Здравствуйте! Сегодня будем с вами вести разговор о том, как быстро отремонтировать убитую катушку триммера. Вот у нас триммер вот такой, значит, вот отработал уже, вот видите, какой триммер электрический, значит, на 1200. Значит, отработал он три года, вот четвертый год начали работать, все бы ничего. Ну, в прошлом году он уже тоже начал заниматься ерундой, но вот в этом году практически косить траву невозможно, катушка разматывается. Ну, чтобы посмотреть, что там внутри, сейчас мы посмотрим, там, в принципе, ничего сложного нету, ничего сложного нету. Ну, вот видите, вот катушка вот такая, здесь немножко что-то попало, но это не столь важно. Ну, и вот, здесь вот видите, вот зацепы вот эти, да, и она цепляется, цепляется вот этими выступами. Она немножко сносилась, немножко сносилась, и даже видно, что вот она сносилась. Значит, пытался, значит, посилить пружину, результата это не дает, результата не дает. Значит, решили, значит, ее просто наглухо зафиксировать. Да, и, кстати, вот в этом примере используем леску, леску вот 3 мм. Вот я попробую показать, вот так вот здесь у нас получается вот леска 3 мм, леска 2 мм. Значит, простую леску использовал, неплохо, но, как говорится, быстро выходит из строя, быстро рвется и все. А вот 3 мм очень хорошая, когда, значит, первые попытки были, значит, здесь в отверстие она не входила, немножко рассверлил, и все пошло. Ну, вот сейчас попробуем сделать вот такой маленький ремонт, чтобы покосить сегодня, возможно, завтра, а может быть до конца сезона. Там посмотрим, как она будет. Почему? Потому что я еще в прошлом году собирался вроде катушку поменять, но так и не поменял. Ну, что мы будем делать? Ну, делать будем очень просто. Мы все оставляем на прежнем месте, как и было. Как и было, и кружину эту, значит, оставляем. Все, вставляем ее, как она и должна быть. Вот видите, вставляем что-то. Вот вставляется она достаточно хорошо. Так, вот все вставляем. Сейчас попробуем ее зафиксировать. Так, 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 можно немножко накинуть. Ну, ладно, посмотрим сейчас, посмотрим, как она будет. Так, ну, вот усики. Усики, наверное, маленькие коротковаты, да? Ну, ладно, сейчас закрутим. Обосстанем точку, как она и была. Как она и была, соберем. И вот начинаешь косить вот это. Вот только минуту даже не прокосишь. Она, пусть видите, значит, выскакивает. Становится очень длинная. Все, значит, уходит из строя. Ну, где-то вот в таком... Так, где-то так и пойдет. Где-то так и пойдет. Вот, вот мы, значит, сделали, значит, закрепили все. И что мы делаем? Мы, значит, берем, значит, что... Берем шуруповерт. Сверло где-то миллиметра два, да? Миллиметра два. И просто вот здесь в край, в край сверлил. И вот вставил я ее, да? Вот, просверлил. Берем обычную визуальную проволоку. Еще в период бетонных работ приобретали достаточно много. И вот ее осталось. И теперь вот используем. И, как говорится, у нас крепче проволоки ничего нет. Так, вот раз. И вот так вот пассатижами. Два. Единственный минус в этой штуке то, что получается, что, если надо передернуть эту леску, придется снова разбирать это все дело. Но, учитывая то, что у нас выхода просто другого нету, надо работать, а, катушечки другой нету. Ну, сейчас вот таким образом и так вот. Вот, берем. Посверлили. Так, весело-весело. Немножко откусили. Можно повернемся откусить. Значит, можно и этой проволокой, можно чем-то другим завязать. Но смысл заключается в следующем, чтобы она не разматывалась и зафиксировать. Эта фиксация будет самая, что на ней есть, простая. Простая и в то же время надежная. Вот раз. Вот, достаточно, много не надо. Вот раз чуть-чуть. Все, провязали. И сейчас, сейчас, проведем маленькое испытание. Да, кстати, у стримера снял ограждение. Возможно, это-то неправильно. Возможно, это неправильно. Как говорится, камень может быть лететь и так далее. Но зато, зато, значит, проще косить. То есть, можно выкашивать более чисто. Более чисто. Ну, вот сейчас попробуем, наверное. Пройдем. Вот, далеко ходить не будем. Прямо здесь. Здесь и попробуем. А там дальше уже, как говорится, перейдем на то место, где косили. Вот такие пироги. Посмотрим, что будет. Погода такая. Тут дождичек, то нету дождя. Но вот, выберем момент, чтобы можно было что-то покосить. Попробуем. Так, лопар. Ну, вот все. Как говорится, попробуем. Ах, лопар. Вот, видим, что, значит, леска не выскакивает. И, видите, достаточно хорошо получается. Особенно она выскакивала, когда какой-то предмет попадает. Там, самочек или еще что-то. Ну, короче, или катушку надо было полностью выбрасывать. Выбрасывать. Ну, для выброса-то несложно. Как приобрести и все. А надо покосить кровь уже. Видите? Вот. Таким образом. Ну, пожалуй, все здесь. Сложностей здесь никакой нет. Вот, видите. Значит, быстро-быстро, мелкий ремонт. Дал определенный результат. До свидания. До новых встреч. Давай, давай. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok